Здравствуйте! Решаем и комментируем экзаменационные задачи по теме «Общее положение». Вопрос первый. В каком случае водитель совершит вынужденную остановку? Вынужденная остановка — это прекращение движения транспортного средства, связанное с его технической неисправностью, опасностью, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя, пассажира или появление препятствий на дороге. Законное требование уступить дорогу не приравнивается к вынужденной остановке. Правильный ответ — остановившись на проезжей части из-за технической неисправности транспортного средства. Вопрос два. Сколько полос для движения имеет данная дорога? Полоса движения. Любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой, имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. Здесь мы видим, что встречные потоки отделены разделительной полосой. Полосы движения — разметкой. Разделительная полоса делит дорогу на проезжие части. Данная дорога имеет две проезжие части и четыре полосы движения. Правильный ответ — номер два. Четыре полосы для движения. Вопрос третий. Выезжая с грунтовой дороги на перекресток, на какую дорогу вы попадаете? Здесь необходимо вспомнить, что главную дорогу на перекрестке можно определить по знакам приоритета и по типу дорожного покрытия. Главной является дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой. Перекресток неравнозначный. Вы находитесь на второстепенной дороге. Выезжать будете на главную. Правильный ответ — на главную дорогу. Вопрос четвертый. Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги? Сплошная линия горизонтальной разметки 1-1 применяется часто. Она может быть использована и для распределения транспортных потоков, и для обозначения границ полос. В данном случае она разделяет транспортные потоки одной неширокой проезжей части, на которой, судя по автомобилю, по одной полосе движения в каждом направлении, то есть две. Мотоциклисты двигаются по одной полосе в два ряда, что им не запрещено. Правильный ответ — две полосы. Вопрос пятый. Сколько проезжих частей имеет данная дорога? Говоря об определении проезжая часть, трудно осознать, что это такое. Проезжая часть — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. На помощь может прийти другой термин из первого раздела ПДД. Разделительная полоса — элемент дороги, выделенный конструктивно или с помощью разметки 1-2-1, разделяющие смежные проезжие части и не предназначенные для движения и остановки транспортных средств. Конечно же, не стоит путать разделительную полосу и просто двойную сплошную линию разметки. Данная горизонтальная разметка 1-3 не делит дорогу на проезжие части, поэтому в изображенной ситуации дорога имеет четыре полосы движения и одну проезжую часть. Правильный ответ — одну. Вопрос 6. Что называется разрешенной максимальной массой транспортного средства? Отвечая на этот вопрос, стоит учитывать разницу между снаряженной массой и максимально разрешенной. Снаряженная масса автомобиля — это масса транспортного средства, которая учитывает вес стандартного оборудования, запасного колеса, инструментов, массу всех эксплуатационных материалов, топлива, охлаждающей жидкости, масла и т.д. Но не учитывает массу груза, водителя и пассажиров. А разрешенная максимальная масса — это масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. Правильный ответ — номер 3. Вопрос 7. На каких рисунках показана главная дорога? По каким признакам определить главную дорогу мы уже обозначали ранее? В представленных условиях нас больше интересует знак «тупик». Ни один из этих знаков не делает дорогу главной или второстепенной. Следовательно, в данных условиях мы видим только два перекрестка с пересечением неравнозначных дорог на левом верхнем и нижнем рисунках. Вопрос 8. Какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным средствам? Вы помните, что мы здесь говорим не о любом транспортном средстве. Нам необходимы транспортные средства общего пользования — автобус, троллейбус, трамвай. Они предназначены для перевозки по дорогам людей, двигаются по установленному маршруту и имеют обозначенные места остановок. Поэтому верный здесь ответ номер 2. Вопрос 9. Соответствует ли действие водителя правилам, если он движется посередине дороги? Водитель должен занимать сторону дороги, предназначенную для движения в данном направлении. Так как у нас правостороннее движение, он должен занять правую сторону дороги. Движение посередине дороги является нарушением. Правильный ответ не соответствует. Вопрос 10. Что означает термин «ограниченная видимость»? Здесь речь идет о видимости водителем дороги в направлении движения, ограниченной рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами. Правильный ответ номер 1. Вопрос 11. Какой неподвижный объект, не позволяющий продолжить движение по полосе, не относится к понятию «препятствие»? Первые три варианта полностью попадают под определение препятствия. Последний вариант нет. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на полосе движения в соответствии с требованиями правил. Правильный ответ – транспортное средство, остановившееся на этой полосе из-за образования затора. Вопрос 12. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? По определению, дорога включает в себя одно или несколько проезжих частей, трамвайные пути и разделительные полосы при их наличии, а также тротуары и обочины. Правильный ответ номер 1. Вопрос 13. Что означает термин «обгон»? Обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу. правильный ответ номер 1. Вопрос 14. Сколько проезжих частей имеет данная дорога? Мы уже с вами подробно разбирали вопрос, связанный с понятием проезжая часть. Здесь разделительная полоса делит дорогу на проезжие части. Данная дорога имеет две проезжие части, четыре полосы движения. Правильный ответ – две. Вопрос 15. Сколько перекрестков изображено на рисунке? Вспоминаем понятие перекресток. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположное, наиболее удаленное от центра перекрестка начало закруглений проезжих частей. В изображенной ситуации один четырехсторонний перекресток, образованный пересечением двух дорог. Правильный ответ – один. Вопрос 16. Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток? При ответе на этот вопрос не путайте два понятия – перекресток и пересечение проезжих частей. Перекресток чаще всего можно представить в виде креста, а пересечение – в виде прямоугольника. Разделительная полоса, примыкающая дороге справа, делит данную дорогу на две проезжие части. Разметка 1-3 – двойная сплошная линия. Такого права не имеет. Поэтому этот перекресток имеет два пересечения проезжих частей. Правильный ответ – два. Вопрос 17. На каком рисунке изображена дорога с разделительной полосой? Разделительная полоса может быть выделена конструктивно или с помощью разметки. В задаче разделительная полоса представлена на обоих рисунках. Вопрос 18. Необходимо определить, чем является выезд из двора или с другой прилегающей территории. В первом разделе ПДД читаем. Прилегающая территория – территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств – дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и т.п. Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими правилами. А вот о том, что это место не является перекрестком, мы можем прочитать в определении непосредственно перекрестка. И не забывайте при выезде на дорогу с прилегающей территории уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых пересекаем. Правильный ответ в данной задаче не считается перекрестком. Вопрос девятнадцатый. Что означает требование уступить дорогу? Чтобы правильно на него ответить, необходимо помнить определение из раздела 1 ПДД – уступить дорогу, не создавать помех. Требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. Правильный ответ номер три. Вопрос двадцать. Продолжает тему перекрестков и пересечения дороги с прилегающей территорией. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. Пример правый рисунок. Правильный ответ номер один. Вопрос двадцать один. Какой маневр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля? Вспоминаем. Обгон связан с выездом на полосу в сторону, предназначенную для встречного движения. Здесь у нас две полосы попутного движения. Объезжаем мы неподвижный объект на дороге, а грузовой автомобиль движется. Следовательно, делаем вывод, что у нас перестроение с дальнейшим опережением. Вопрос двадцать два. Нас опять просят указать главную дорогу. Здесь мы по знаку приоритета определяем главную дорогу. Автомагистраль всегда главная. А вот знак пять-пять, дорога с односторонним движением, не говорит о главной или второстепенной дорогах. Правильный ответ номер три. Вопрос двадцать три. Что означает термин «недостаточная видимость»? Обращаемся к ПДД. Раздел один. Недостаточная видимость – это видимость дороги менее трехсот метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. Правильный ответ номер три. Вопрос двадцать четвертый снова нас отсылает к способам определения главной дороги на перекрестке. Речь идет о типе дорожного покрытия – твердое, грунтовое. Правильный ответ номер один. Вопрос двадцать пять. Какие из перечисленных автомобилей относятся к категории В? Категория В – автомобили за исключением транспортных средств категории А, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми. Правильный ответ номер два. Вопрос двадцать шестой. Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток? Здесь, по аналогии с подобными задачами, разобранными ранее, мы с уверенностью ответим «два». Продолжение следует. Продолжение следует...